всем привет мои дорогие друзья с вами я арту я вот вот это вот видео вот это вот видео которое вышло 11 месяцев назад я обещал то что как бы продолжу смотреть этот фильм фнаф и привет вот вот думаю думаю что записать и вот пошла в голову идея ладно я не знаю как там сейчас мы продолжим ребят это смотреть кто он как его зовут он не вот это вот какой-то блин авто наверно он типа хотят чтобы не стал кошмареон из фнафа 7 я так думаю это мутированный кошмареон он еще сильнее кошмареона но что-то моя метка наверное кошмарные похоже военные он наверное про военных говорит незваные гости это военные наверное где же ты прячешься а он взяли тебя сейчас драка будет камнем камнем офигеть увернулся боем давай автоматом автоматом у него CEO 2018 и и Включай! В голову! Ну, он, блин, тебе его вырубит, но всё, тебе капец. Всё капец. Давай, в рукопашку бейтесь. Бейтесь в рукопашку, всё. Это аниматроник? Он, наверное, железный? Ну, наверное. Если он железный, то этому военному точно капец. Так. Вот драк начинается. Давай. Офигеть! Войди! Всё, Фредди шатается. Это Визер Фредди. Как там? Олд Фредди или Визер Фредди? Я не помню, но он такой. Олд Фредди, Шмафа 2. Так. Всё. Ну, Фредди. Не знаю. Военные ещё учились в нашей палате? Наверное, не очень. Он неважно выглядит. Вот факт! Просто откинули его. Как и быть. Давай. Прикончи меня. Так или иначе, у меня больше никого не осталось, ради кого стоит жить. Остановись! Прошу. Не прошу его больно. Глава вторая. Во имя своей семьи. Это, ребят, та девочка. Помните, в первой части, там ПЦИ была, туда военные ворвались. Это та девочка, которая с Фредди. Получается, она такая злобила Фредди. Это та девочка. Вот. Офигеть! Чё это за глупость? Аниматроники их нахуй шесть. Блин. Это кто? Это какой-то... Это кто? Я, дорогая девочка. Похоже, я пропустил всё весеннее. Это кто? Это ведьма какая-то? Получается, вернуть вас с Сильвером обратно в жизнь. Похоже, не пусть на жизнь. В особенности, помочь вам привыкнуть к новым делам. Но сейчас, глядя на конечный рисунок. А то есть, они были тоже людьми? И они им такие маслом стали? Ну, капец ты жертвы, Улим Автон. Будем его так называть. Но я потому что не знаю, кто это. Я могу с уверенностью сказать, что оно того стоило. Да? Тот, с какой страстью ты выполнишь свою работу, повести не впечатляет. Они бегут просто! Фокси! Ба-бам! Это ведьма какая-то! Это Баллора! Баллора! Задание какое-то! Баллора! Задание какое-то! Как ты уже занятела? У нас в парке объявились незваные кости, которые... Так, ну короче, это, ребят, майонетка кошмарная. Потом еще какой-то Фокси. Черный. Такой волк какой-то. Мелис. И Баллора. И углем авто. И ты явно не хочешь, чтобы с твоим отцом случилось что-либо плохое. Не так ли? Замечательно. Тогда... Каким отцом я? Сейчас мы все узнаем. Я не знаю, какой у меня отец. Я не знаю, какой у меня отец. Это шеф полиции ребёнок. А? Хотя я уже послал за ним одного индивидуума. У меня все же есть со мной. У меня Фредди не послал. Так что отправляйся за ним. И проследи за тем, чтобы жизнь мистер Аверка однозначно подошла к неожиданному концу. Твои навыки отлично подойдут для этой задачи. Прикольный. Я не путем у меня удачу. Тебе это понятно? Да. Киви, киви. Просто киви. Алло. Ну что? Ну что? Брата, что ли? Знаешь, Анна, когда ты вот так смотришь на него своим убийственным взглядом, временами даже уметь становиться. Погоди. Это Анна? Её Анна зовут. Её зовут Анна, ребят. Запомним её. Давай. Давай запомним тобой. Погоди. 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 Я не знаю. Он. Я не знаю. Наверное, это отец Анны. Я просто так думаю. Если Эду Юля Марта, то отец Анны Уля Марта. Я не знаю. вот тоже не забудьте подписаться колокольчик и т.д. Лайк поставить еще не забудьте Присутик, вот так подевали все люди. Сейчас в этом парке развлечений должны быть сотни людей Но их уже нет, их всех перебили Их перебили просто Вот пистолеты лежат в случае А это кто? Это что за дачка? Эй, 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 Эй Как ты себя чувствуешь? Двигаться можешь? Да, просто голова раскалывается Это кто? Что с тобой произошло? Как ты тут оказалась? Ничего не понятно Я пыталась восстановить электричество в этом парке развлечений Как неожиданно на мою команду напала какая-то сумасшедшая женщина А, это Анна? Она приведет с такой невероятной скоростью и этот безумный смех Мы пытались отступить, но потом Голова раскалывается А что случилось с остальными? Серьезно? Ты собираешься на нашему девушку такими вопросами? Посмотри, с какой высоты она упала Ты лучше не сломала ли она чего? Спасибо за заботу Ничего не сломано Я в порядке, просто еще не отошла от шока и... Оу-оу-оу, полегче, люди В насилии нет необходимости Поверь мне Ступался Ребят, стрелки Выгинающие стрелки Так как мы и так уже в большой опасности Из-за твоего громкого падения О чем это он? Я знаю, вся ситуация выглядит довольно странно и запутанно Но прошу, опусти пистолет и позволь нам все объяснить Если у нас еще есть время для этого, поверь мне Мы все на одной стороне И сейчас мы находимся в большой опасности Так, нам надо объединиться Надо, ребят, объединиться Объединяйтесь, короче Объединяйтесь Надо объединяться И твоё громкое падение Если мы не объединились Вы видели, нет, блин? Какая у них команда Фредди, Олд, Олд, Фредди Анна, Баллора Анна и Баллора Ну, короче, Анна Еще Кишмонайон Космарная Майонетка И еще какой-то Булк И Уильям Афтон Ну, или это не Уильям Афтон Ну, это, короче, главный самый Продолжаем И это он и подавно И он наверняка уже на пути сюда Что это? Он? На ком это ты? Это длинная история Сейчас все, что тебе нужно знать Так это то, что здесь небезопасно Ну да, а здесь небезопаснее сюда Но должен ворваться монстр Который без замедления убьет нас Так что нам нужно Блин, ребят, спросите, что ты сказал Какой? Ну, ребят Кошмей Ну, вы уже поняли Даже не буду их говорить Бежать или прятаться? Он говорит правду Я видел этого монстра И поверьте мне У нас нет шансов против него Так, тихо опять Бежать тихо А, да, ребят Прячьтесь, прячьтесь Нет, он уже совсем рядом Хватай меня за руку Давай, поднимайся Времени на побед нет, так что прячемся И главное, чтобы не случилось Не издавайте несколько В особенности никакой стрельбы Так Какой? Лишь только развеят его Всем все понятно Так Без них Ой Не холодно Так Ребят Сразу говорю, капец Какой Хелпи грязный Он ржавый Надо было сначала это сказать Ну, короче, ребят Хелпи очень грязный У него еще очки какие-то Ну, ладно Давайте продолжать Да? Конечно Замечательно Тогда расходимся и прячемся Прячемся А где? Ага Вот здесь Это за ящиком? Это за вот этой Я не знаю, как это называется А, ну где-то это кто? Муж Где Где бы мне спрятаться? Просто играем спрятаться Когда играешь спрятаться с другом Так Это, ребят, не злой. Это Энна. Это Энна. Боже мой, что это такое? Ты это делаешь, что ли? Сказали, что ли не злая Эд, ну чё? Это дело, блядь. И вы смотрите на этом Слиндермена. Так, падал. Ну, блин, ладно. Ладно, какой-то Слиндермен. Так, ладно. Ай, он её сейчас найдёт, он сейчас её найдёт. Он же слепой? А нет, он не слепой, он не слепой. Так. Чё это? Это его семья, что ли? Это его семья! Наверное. Это его семья. Ребят, если он заметил эту картину, это его семья, значит. Я не знаю, что это ещё может быть, но это, наверное, это его семья. Вот у них собака была. Чем ты там занят, Джошуа? Джошуа, Джошуа. Нашёл что-то из своего старого, давно забытого прошлого. А, да, это его семья. Давай, не лезь из сентиментальности. Так, как сейчас, ты мне нужен в совершенно другом настроении. Лезь из сентиментальности. А какое фига это чел? Вот этот, что у меня авто, мы будем его называть. Ну, а все, это уже Спейнтрапа. Там, то есть, голову Спейнтрапа. Зачем она ему нужна? Я не знаю. Просто. Вот, несёт, несёт. Когда мы уже так близки к достижению нашей цели, нам неожиданно нагрянули дезвонные кости. И на удивление, стали доставлять настоящие неудобства. И я всё ещё не могу поверить в то, что им удалось уничтожить Майкла. Майкл? А, ребят. Это не Майкл. Там Майкл был, а то Майкл. Я уже всё, ребят, я не знаю сюжет Снэффа. Я, ребят, давно уже играл в Снэфф. Сейчас Снэфф вообще не популярный. Майкл, короче, в костюме Спейнтрапа был. А это, значит, ульям авто, наверное. Выходить из-под контроля. Но мы не можем позволить себе потерпеть неудачу. Ведь в противном случае сюда пришлют её. Куда? И тогда, поверь мне, Куда пошло? Всех нас ожидает очень мучительная смерть. И именно поэтому мне нужна твоя помощь. Вот почему мне нужна ваша помощь. Ты должен выследить Феону и её друзей. И сделать так, чтобы они все умерли. И помни, мы не можем позволить себе потерпеть неудачу. Иначе тебя вновь разлучат стучи. Но в этот раз навсегда. Это отец, наверное, ребят, это отец. И у него-то и сына. А мы с тобой явно не хотим, чтобы... А ребята, ребята, а вот этот вот волк... Это вот этот отец Анны. Отец. Это отец. Отец. И, короче, вот эта вот собака чёрная, это та собака, которая на фото... Она на фото была. Компенс. Получается, вот это отец, Анна, это дочь. И вот этот чёрный волк, это собака. Это случилось. Не так ли? Ну, хоть и шоу, дочь её, короче. Он её любит, потому что, конечно же, все любят. Стои виды. Сидим с тобой в игре. Ну, офигеть, он странный идёт. Он странный очень идёт. Глава третья. Печальная правда. Глава третья. Стой! Не делай этого. Я знаю, что ты не злой человек. Так что... Прошу тебя, не убивай его. Всё это большое недоразумение. Он думал, что ты собираешься навредить мне. Именно поэтому он напал на тебя. Нет, ну Фредди тоже любит эту девочку. Ну, получается, вот это вот военный. Он думал, что Фредди сейчас вот эту девочку просто сажают. Ну, на самом деле, они друг другу делим. Ладно, давайте дальше. Я оба знают, что ты здесь единственный, кто сделает всё возможное, чтобы защитить меня. Настоящий друг, кто дарит мне надежду и уверенность. Как это получается? Прошу, пожалуйста, не нападайте на него. Вы всё не так поняли. Он вам не враг. Это вот этот. Я думаю, только поначалу я думаю, что это её отец, но это, видимо, не её отец. Я так думаю, может, это её отец. Я, короче, ребят, не знаю. Позвольте мне рассказать вам, что на самом деле здесь произошло. Правдивую историю. Однажды жила-была маленькая девочка, которая всегда мечтала побывать в этом парке развлечений. А вот, наконец, её мечтали. Это, ребят, вот этот, как там? Блин, знаю, что я его не понял. Напишите в комментариях. Короче, я знаю, что... А! Всё спамил. Не надо, не надо, ребят. Не надо написать в комментариях, что это. Это Грич Трап. Грич Трап, всё. Так, продолжай. Что случилось? Как же она была счастлива? Но вдруг, неожиданно, завыли аварийные сирены и всех попросили пройти в безопасное убежище. К нам сказали, что приближается ураган. Но как только все достигли убежища и двери закрылись, на балконе появился странный человек. Какой? Чьи глаза светились фиолетовым цветом. Да, ребят, это тот, 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 тот человек. Уильям Афтон. Он не сказал ни слова и просто смотрел на нас со злобной ухвалкой. А затем внезапно погас свет и из мрака появились монстры. Офигеть! Конечно, тьма, крики, паника. Офигеть! Это было ужасно. Я была совсем одна в этом кошмаре и мне было страшно. Я уже совсем отчаялась, как вдруг заметила свет фонарика. Кто-то схватил меня. А, это маленькая девочка, это она была, я так понимаю. Это она была, наверное. Да, какой вытащил из этого кошмара. И этим кем-то было. Незаметно он хотел провести людей к выходу. Но одно из чудищ заметило нас. И началась погоня. Да. А, это, наверное, Фрейди был? Это у Фрейди, наверное, был. Он взял ее за руку и они побежали от монстров. Я не могу вспомнить, как долго мы бежали. Один мальчик споткнулся и упал. И мы... Мы никак не смогли ему помочь. Эти монстры сразу набросились на него. Я до сих пор помню его крики. В конце концов, нам удалось добраться до безопасного места, где больше вы нас и нашли. Но, к сожалению, эти чудовища нашли нас раньше. Без страха в глазах. Отчаянно. Он пытался защитить нас. Что случилось после? Я не могу вспомнить. Когда я открыла глаза, то сначала я увидела его. А потом в помещение ворвались вы. Вот что на самом деле произошло. Но он... Я с уверенностью могу сказать. Единственный мой друг, которому я могу доверять. Поэтому, пожалуйста, не делайте ему больше больно. Ну да, ребят, это можно считать как друг. Это потому что... Ну, у аниматроников есть же там человек. Человек. Там. Неужели человек, но это можно поискать как друга. Я думаю. Думаю, что да, можно считать. Почему он смотрит на нас с такой грустью? Что-то... Что-то не так с ним? Кто? Сзади тебя! Он со мной. Сзади тебя. О, нет. Эээ. Я тоже стала одним из них. Айо, как? Она в Мангл превратилась? Офигеть. Офигеть. Подождите, это... Наверное, не Мангл, это той Фокси. Твой Фокси, наверное. Это значит, что в конце концов нам тоже не удалось спастись. О. Вот этот человек. И вот он. Офигеть. 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 Просто трэш. Трэш. Что же мне теперь делать? Трэш, инжи. Трэш, хуй. Спасибо. По крайней мере, ты рядом со мной. И я знаю, что ты не оставишь меня. Вы также можете рассчитывать на меня. Возможно, первое впечатление обо мне будет. Я, ребят, думал, что это улям авто, но это вот это военная, я думаю, что он тоже будет им помогать, но как бы он же не злой, он противом авто надеюсь, не будет за него. Не самым лучшим, но поверьте, я неплохой человек, и я сделаю все возможное, чтобы защитить вас. Ладно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. От личной помощи мы точно не откажемся. Что же касается тебя, здоровяка, я должен признать, я был неправ в отношении тебя и поспешил с выводами. Да, не был неправ. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Но зато теперь мы точно знаем, что ты хороший боец. И учитывая нашего врага, это нам только на руку. Человек, которого... Очень хороший, боец. Ульям Афтон, это Ульям Афтон, ребята. Я говорил, 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 говорил. Я был прав, я был прав, ребята. Именно он виновник этого кошмара, а также многих других злодеяний. Короче, ребят, смотрите, он привел сюда всех этих монстров, и все, от ПЦИ уже ничего не осталось. Как бы все. Сейчас. Ну, надо с такой командой шансов, конечно, маленькие шансы, ну, надо вот этот, еще команду себе набрать. Вот надо вот этот, нужны те, которые, ну, помните, там Хелпи, где, и вот эти, дядя какой-то, и тетя какая-то. Ладно, давайте дальше смотреть. Но не бойся, именно поэтому мы здесь, чтобы остановить его. Да. И вместе мы сделаем это. Надеюсь, надеюсь. Нам лишь нужно найти Фиону с остальными, чтобы... что, черт побери, это было? Это тот волк. Волк. Черный волк. Они вернулись. Да, они вернулись. Это черный волк. Сто процентов. Да, да, это он. Да. Валим. Валим, ребята, валите. Успокойся, кто бы это ни был, сбьюсь об заклад, что мы со здоровяком сможем с ними разобраться. Я прав, здоровяк? Отлично. Да, прав. Нина, вы правы? Вы правы. Мы сможем дать им отбор. Сможем, сможем. Можем, не верю. Офигеть. Это его ты боишься? Да, но я его. Я возьму ее. Вот эту Анну. Анну. Что я ее? Да что ты устанешься? Она не особо красивая. Да, стреляй ты мне ее. Давай, палку бери. Палку по жопу ну давай. Давай. Офигеть. просто Офигеть. Вообще нет слов. Голова военная просто. Еще одна голова военная. Или это та же двоя. Давай не так. Так, толкаем. не так толкаем. Покажем им, что настало время расплаты. Да. Да. вреди. глава глава четвертая. Воспоминания еще живы. Воспоминания еще живы. Так, все. твой меня в этот мост рушен. Все, уходим из открытия. нас чуть не спали. Да. Но, к счастью, они не заметили нас. И то верно. Ладно, теперь сваливаем отсюда. подожди секунду. Может мне хоть кто-то объяснить, что это за место? Кто вы такие и что здесь происходит? Да, верно. Прости, я еще просто не отошел от шока. Нет. Да, бьюсь в заклад. С ее точки зрения мы выглядим как чертовски странная команда. Меня зовут Логан. Я техник по обслуживанию аттракционов. Это, ребят, Логан, ну да. Очень странная команда два человека и аниматроника. Хотя, хотя там, там наоборот два аниматроника и один человек. Давайте дальше смотреть. Я один из немногих, кому посчастливилось остаться в живых. А что случилось с остальными? Их забрали. Эти существа. Да только существа. Честно говоря, я все еще жив только благодаря этому коротышке. И если бы не он, я бы не зашел так далеко. Заяц, если бы не Логан, я бы все еще был заперт в своей темнице, где я провел последние тридцать, а то и даже сорок лет. Сорок лет? Фигеть! Просто, даже Барьги тоже так не сажать на сорок лет. Может быть, сажать, но они примерно за одну убийство сажают на три года или два года. А может, четыре, я не разбираюсь. Я полагаю, можно сказать, я был частью этого кошмара с самого начала. Я до сих пор помню те времена, когда Джошуа и Генри были молоды. А, Анна, была еще жена. отец, отец, отец. Это тот монстр, собака и Анна. Пожалуйста, что это была уже совсем другая жизнь. Возможно, это будет сложно, поверь, но раньше я был человеком. Прежде чем я... Ребят, мы вообще знаем, Хэлтур был человеком. Я вообще вот не мог догадаться до этого. Ну как человека можно поместить в такого вот маленького аниматроника? Я не понимаю, как? Как? Забрал мою жизнь и запер мою душу в теле этого аниматроника. А, ну, понятно, понятно. Ведь забрал жизнь и запер душу в теле аниматроника. Но почему он держал тебя там все это время? Потому что Автому нужен был смышленый слуга, который бы делал за него всю бумажную работу. Тот, кто помогал бы ему воплощать в жизни его задумки и планы, а также тот, кто заметал за ним следы. Разумеется, Брайан тоже занимался этим, но в основном не хайбан тот, кого следует винить за этот кошмар. Потому что из-за моей трусости и молчаливого согласия я позволял кошмару продолжаться все эти годы. Держу пари, даже если бы ты сказал Автону, это бы ничего не изменило, он просто бы нашел тебе замену. Так что не вини себя сильно. Спасибо. Спасибо. Брайан тоже. Сейчас у меня впервые за долгое время появилась надежда, что я смогу сбежать ей и вновь увидеть небо. Небо? Я уже так давно не видел. Ну, 40 лет меня бы не видел, но... Да. Очень давно. Ты... Блин, запутался очень долго ты не видел. Ты не смотри ни на что. Я больше никогда не буду слушать Автону. Я скорее позволю себя полностью уничтожить, чем вернуть меня обратно в тюремную камеру. Не волнуйся, бьюсь в заклад, до этого не дойдет. Полиция уже здесь. Я полагаю, дни Автона уже сочтены. Ты просто свяжешься со своим... Блин, ну... Там сейчас только что драка началась. Так что Автон еще жив. Автон жив, ребят. хотя бы его только что видели. Только что. Недавно. Недавно вы его видели. Твою имя и нас быстро способны, так ли? Боюсь. Боюсь и все так просто, как вы подумали. Я тоже. Как бы правильнее объяснить, этот полицейский рейд не санкционирован. На самом деле это секретная операция, организованная Фионой и Берком с целью уничтожить Автона. И лишь 20 из нас вызвать военный. Так что официально никто не знает, что мы здесь. Также из урагана в данный момент полностью отключена радиосвязь. И я не могу связаться ни с другими командами, ни с материком. Поэтому мы сами по себе ракошто. Мне очень жаль. Понятно. Блин. Еще раз блин. Жалко, жалко. Очень жаль. Но в случае, если что-то пойдет не так, у нас есть инструкция отступить назад на корабль, где нас будет ожидать вооруженная подмога. Нам лишь нужно как-то подняться наверх, и тогда я смогу отвезти вас туда. Наверное? Ты говорила, что вроде как пыталась восстановить электричество в этом парке развлечений. Тебе это удалось? А, удалось? Замечательно. Да я знаю, как мы сможем отсюда выбраться. Ну что, готовы покинуть это обреченное место? Черт возьми, конечно, показывать дорогу. Конечно, готовы. Глава пятая. Точка не возвращается. ну, ребят, я думаю, здесь мы уже закончим. Особо большое видео делать не буду, потому что никто потом не будет это смотреть, потому что уже всем скучно станет. Ну, давайте следить последнюю часть, последнюю, надеюсь. Такой вот у нас получился крутой ролик. Давайте посмотрим. Ну, я был Артур. Всем пока.